Всем огромный привет! Меня зовут Марина и я рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу показать свою новую работу. Это вот такой баннер от фирмы Banners. Кто завсегдетай, скажем так, ютуба, тот знает, что этот баннер вышивала у нас Галюша, ночная вышивальщица. Собственно, к ней я и обратилась за остатками от ее отшива, от такого наборчика, и она мне с радостью их продала. Итак, эта работа вышивается на 14 каунте, уже готовом баннере. Я же буду вышивать просто на конве, потому что, как вы понимаете, этого баннера у меня нет. И я хочу оформить эту работу с помощью вот этой ткани. Итак, давайте мы посмотрим характеристики этого сюжета. Значит, это у нас Кролик Петтер от Бэтрикс Поттер. И называется он Кролик Петтер кушает редиску. И, собственно, сам баннер будет размером 15 на 27 сантиметров. У меня же эта работа будет меньше, потому что это заявлен размер самого баннера, а не готовой работы. Вот такой вот Кролик вышивается крестиком и полукрестом в две ниточки. И здесь присутствует вот такой вот квадратичный бэкстич. И мне он, собственно, напомнил мою подушечку, которую я вышивала, также с таким квадратным бэкстичем. Как видите, здесь он оформляется вот такой вот ленточкой. Я же так, еще раз повторюсь, оформлять не буду. Оформлю немножко по-другому. Ниточек в этом наборе, в этих остатках было очень и очень много. Сейчас я вам их покажу. Вот столько их. И я хочу сказать, что, если честно, этих ниток хватит еще на один отшив, так точно. У меня не хватило только трех или двух оттенков при разборе ниток. Но я думаю, возможно, я ошиблась. И, может быть, я сама виновата в том, что у меня их нет. Возможно, я при разборе их просто потеряла. Нитки, которые, мне кажется, не хватит, я докупила. И вот здесь вот их просто себе сложила и все. Что хочу сказать. Нитки я добавляю СХС. И ниточки СХС от тех, что здесь вложены, немножечко отличаются по оттенкам. Так, сейчас я вам хочу показать, что у меня, собственно, получается на канве. Вот так у меня выходит. Сейчас я подложу здесь и покажу вам поближе. У меня здесь получаются такие очень даже симпатичные крестики. Вот. Я люблю свою канву. Это, кстати, канва с нанесенным несмываемым рисунком. Как вы могли заметить, но у меня там зашьется все, кроме вот этого места. Вот здесь вот у меня будет просвечивать в любом случае. Но уже так и оставлю. Все остальное должно зашиться и не должно так сильно бросаться в глаза и просвечивать. Ну что ж, представляю вашему вниманию готовую работу. Собственно, моя работа вышита. Мой кролик Петер уже готов. И единственное, что осталось, его оформить. Но оформление вы сможете уже увидеть в третьем кусочке этого видео. Работа вышивалась по вот таким остаткам. Еще раз напомню. Вот так выглядело превью самого наборчика. И вот что получилось у меня. Можете видеть мою готовую работу. Вот такой мой замечательнейший кролик Петер. Который мне безумно-безумно нравится. И работа вышилась очень-очень быстро, очень-очень легко. И я результатом очень довольна. Как видите, я даже маникюр свой не успела никуда подевать. И кто носит обычный лак для ногтей, тот понимает, что работа вышилась быстро. Потому что обычные лаки для ногтей так долго не носятся. Итак, девчонки, расскажу вам об этой работе. Работа совершенно чудесная, безумно классная. И результат меня просто потряс. Я видела результат у Гали на канале. Но когда ты это все создал своими руками, и ты видишь это все перед собой вживую, это совсем другие ощущения. Давайте я возьму работу сейчас в руки и покажу вам, как смотрится моя работа поближе. Вот, собственно, можете посмотреть. Я вносила некоторые изменения. Сейчас я вам о них расскажу. Первые изменения. Вы видите, что вот здесь больше ничего нет. Я же вот здесь дошивала вот этот кусочек, потому что у меня выступал мой нанесенный рисунок. Вот здесь я дошивала полукрестом зелень. И вот здесь я добавила такой листик. Но когда я его обшила бэкстичем, мне не понравилось. И я решила бэкстич выпарать. И оставила просто вот такую тень. Хотя, мне кажется, вот здесь вот напрашиваются еще какие-то полукрестики. Но я посмотрю. Может быть, так я оставлю, а может быть, что-то дошью. Есть у меня в этой работе очень-очень много ошибок. Поначалу думала вам о них не рассказывать. Но потом думаю, ну, кто меня за это осудит или что-то мне скажет. Моя же работа. Так, немножко об ошибках. Первая ошибка это то, что вот здесь вот должен быть бленд. С такой вот коричневой и желтой ниточки. Я же этот бленд почему-то забыла или как-то в схеме не увидела. И у меня получается вот этот полукрест вышит просто коричневой ниткой. Что касаемо где-то, а вот птичка еще. В птичке вот здесь вот этот желтый оттенок. Он на превью очень хорошо виден. Видите? Здесь также бленд. Я же этот бленд, опять же, не увидела. Вышила чистым цветом. Но поверху прошлась просто желтой ниткой. Для того, чтобы создать все-таки вот эту вот имитацию перехода ниточек. Вот этот вот клювик вышивается в две ниточки бэкстичем. Но на, скажем так, схеме это не указано. Я это увидела уже на превью. На превью это хорошо видно, что весь, видите, да, раздвоенная такая ниточка. Там хорошо на превью видно, что вот здесь вот все вышивается просто в одну ниточку. А вот здесь вот вышивается в две нитки. И это очень хорошо заметно. Так, дальше, что я еще? Еще я где-то перепутала вот здесь вот при разборе ниток вот эти темные ниточки. Я их перепутала. У меня получается вот здесь вот не особо такой темный фон. Наверное, это все-таки огород. Но это, опять же, ошибка при разборе ниток в самом начале. Так, и еще, по-моему, где-то я что-то там забыла. Какой-то бленд, но я уже и не упомню. Здесь вот я сделала вот такой вот маленький французский узелочек в одну ниточку, в два навива. И, ой, вот в глазике у птички тоже есть такой маленький узелочек в два навива в одну нитку. А, вспомнила, еще у меня нет бленда вот здесь вот в курточке у вот этом вот в синим цвете. Потому что, опять же, я не увидела его и забыла о нем и не выполнила его. Так, ну вот в целом работа смотрится вот так. Вот мне очень-очень сильно нравится, что у меня получилось. Мне кажется, что работа действительно заслуживает внимания. Она очень классная и смотрится она очень-очень даже здорово. Я почему-то не могу выставить сейчас настройки для того, чтобы показать вам действительный цвет этой работы. Почему-то то темно, то светло. Вот, ну, издалека смотрится все следующим образом. Работа выглядит вот так. Так, сейчас давайте я вам покажу, что у меня осталось по ниткам. Ниток осталось очень-очень много. Я вам говорила, что ниток хватит и на еще один отшив. Вот, посмотрите, вот голубых много, вот этих коричневых много. Вот эти все оттенки, их пооставалось очень много. Здесь еще нитка не распутанная. Вот, этих ниток осталось также очень-очень много. Я не могу понять, у меня с этим видео что-то вот эта с камерой, у нее какие-то, я не знаю, живет своей жизнью. Хочу фокусирую, хочу не фокусирую. Очень много ушло зеленых ниток, потому что они шли на фон, и это понятно, что их ушло много. Вот, и вот эта вот ниточка, которую я докупала, 502, я думала, мне ее не хватит, но мне ее хватило, и все нормально. Что такое? Не хочет никак фокусировать камера, она чем-то другом фокусируется, и все. Ну, ладно, видите, да, ниток много, и вот эти вот бленды в зелене и в птичке должны были выполняться с вот этим вот седьмым цветом, с вот этой желтой ниточкой. Ниток осталось очень много, наверное, многие из них мне пригодятся еще на какие-то процессы, вытаскаю их на димовские игрушки, и буду радоваться жизни. И, конечно же, я буду оформлять свой баннер с вот этой вот тканью, я вам ее показывала. Эта ткань у меня достаточно давно, мне ее подарили, и здесь, видите, она достаточно старая, наверное, фирма какая-то американская, P&G Baker LTD 1977 год. Ну, это, скорее всего, наверное, год самой фабрики, но я не думаю, что ткань 1977 года, она не тянется, такая, знаете, как шторная ткань. С таким вот интересным купоном буду оформлять вот в такие вот цветы своего зайчика. И, конечно же, я вам покажу свой готовый результат в конце видео, чтобы вы могли оценить готовый баннер, потому что я думаю, не буду делать отдельное видео о том, как я оформляю все в баннер, как у меня там что получилось. Мне кажется, что работа и так хорошо видна, ее можно вот рассмотреть. Почему-то, если бы еще камера фокусировать была, было вообще все замечательно. Конечно, этот квадратичный бэкстич потрепал мне нервишки, но ничего. Вот эти вот усики у зайчика, я их выполняла выкладной ниточкой, подкрепляла, но ничего мне нигде не провисло, все смотрится очень даже хорошо. После того, как работа постиралась, работа стиралась у меня два раза. Есть у меня вот такой вот брак на Аиде, видите, сейчас вот здесь вот маленькие крестики, вот эта вот полоса проходит у меня по всей работе, и вот здесь ее очень хорошо также видно. Но в целом, когда на крестики смотришь, вроде бы как и нормально все, ничего такого страшного и нет. В целом смотрится хорошо, единственное, что когда на отдалении, наверное, да, все-таки немного заметно, что есть эта полоска. Мне кажется, не страшно, да? Вы как считаете, вам как? Напишите, конечно, мне свое мнение о том, понравился вам этот кролик или не понравился. Он действительно очень-очень классный получился, и результат действительно очень классный. И не важно, что работа 1993, по-моему, 1998 года, разработка чудесная, сочетание цветов и все. Единственное, что вот этот вот тех времен еще бэкстич квадратный, но ничего страшного, с этим также можно побороться. Продолжение следует...